здравствуйте коллеги с вами саков роман компания дров маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня обсудим тот позитив который поступает на фондовый рынок обсудим ситуацию вокруг tick tock то что сделал трамп и как он действовал предыдущие несколько лет в отношении китая ну и конечно обсудим итоги battery day от тесла и как рынок на этом среагировал но перед началом нашего видео напомню что если она вам нравится не забывайте ставить лайк а именно ваши вопросы оставляйте в комментариях также нажмите на колокольчик чтобы получить уведомление о добавлении новых на видео итак важно начать с общего экономического фона потому что мы практически весь сентябрь видим коррекцию об этом мы говорили то что год выборов сентябрь октябрь может быть не самым позитивным для рынка но он таким является исторически но тем не менее сейчас поступают данные от фрс от паула от мучина о том что есть определенные подвижки во первых вчера было сообщение о том что идут переговоры о помощи у помощи для компаний на сумму порядка 600 миллиардов долларов и также на продолжается переговор относительно дополнительно стимулирующих мер здесь должны именно республиканцы демократы договориться о новом пакете помощи я напомню что финальная дата это 30 сентября к этой дате должно быть принято какое-то решение потому что если это не произойдет то уже многие госучреждения останутся без данных финансовой помощи и это чревато особенно на фоне второй вспышки коронавируса которую сейчас мы с вами наблюдаем но в целом рынок отыгрывает то падение которое было то сейчас уже европейские площадки торгуются в зеленой зоне а s&p 500 торгуются близко локальных максимумов вторника поэтому можем предположить что сегодняшний день может пройти на позитивной ноте а что называется в зеленой зоне и мы можем увидеть восстановительное движение по фондовым индексам и вероятность ослабления как раз американского доллара на этом фоне а также важно как раз обсудить ситуацию которая была вокруг тик ток собственно здесь в статье которая доступна на 7bc представляете информация о том что да трамп благословил до данную данную сделку то что компания oracle компания walmart будет принимать участие в обработке как раз данных персональных данных жителей сша но как указывается в статье то есть это уже не первая ситуация которая идет вокруг китая трамп уже делал были определенные действия из компания бродком и с блокировкой компании zti и huawei то есть это все повторяется уже из года в год то есть это было еще 2018 году собственно сейчас вот это эскалация отношение китая и сша она безусловно также влияет не самым позитивным образом на рынок но пока вроде с этой ситуации договорились теперь еще вопрос а пойдет ли на это китай и мне за этим мы тоже будем обязательно следить ну и из также из больших новостей которые вчера были это б 3d тесла который проходил вчера но как мы видим а тесла котировки тесла снизились до после как раз данных выступлений и собственно здесь чтобы подвести небольшой итог когда и дать самую значимую информацию то есть б 3d по заявлению маска предполагалось что это будет революция в батареях который позволит удешевить и ум не увеличить емкость используя данных батарей как план да то есть как наверное итог всего выступления было заявлено то что через три года тесла сможет выступал выпускать полностью машины на автопилоте которые будут стоить порядка двадцати пяти тысяч долларов то есть существенно снизить производство также было сообщение о том что увеличиваются продажи до планируется их увеличить в два раза а ближайшее время и это безусловно был определенным позитивом но наверное в моменте рынок не воспринял это позитивно скорее всего на рынке может произойти коррекция я имею ввиду именно по акциям тесла но дальше уже будут ее дальше покупать потому что в целом данные хорошие именно компания развивается теми темпами которые необходимы поэтому за тесла тоже будем следить сейчас моменте пока она корректируется ну а теперь давайте посмотрим на рынке именно посмотрим что сейчас происходит начнем мы как всегда с валютных пар для того чтобы понять как раз а в какой ситуации в какой точке мы с вами находимся и куда можем двигаться дальше по евро доллару а здесь мы находимся в области поддержки которые сейчас выступает таким областью поддержки это отметка 1 1687 а если мы сможем преодолеть данную область которым увидим на дневном таймфрейме то конечно можем увидеть более затяжную коррекцию можно прийти в области 1 14 1 15 а вполне вероятно пока я для себя жду сможет ли цена закрепиться вблизи этого уровня и если это произойдет то уже буду искать возможность как раз открывать сделки на покупку по евро по на продолжение роста но пока сейчас вот уже сегодня мы видим что все-таки евро находится в снижении сегодня мы торгуемся уже ниже минимальные значения которые были сформированы вчера поэтому динамика нисходящая по евро пока продолжается ждем здесь остановки если она произойдет то уже буду рассматривать для себя возможности входа по британской валюте также нисходящий тренд усиливается мы вновь подходим к области 1 26 сохраняется нисходящая формация скорее сохраняется нисходящая динамика собственно здесь также большое влияние на британскую валюту играет ситуация вокруг brexit здесь также еще есть дата 15 октября который должно быть определенное соглашение между великобританией и с о торговых пошлинах которые могут принять могут не принять и вот здесь уже на это на этой ситуации будет также влиять на британскую валюту в целом точки зрения техническая картина мы видим переход фазу снижения по данному инструменту поэтому с одной стороны конечно да было бы интересно ее покупать да и по текущим уровням нового естественно в тот момент когда появится сигнал на продолжение как раз восходящего движения но пока она выглядит на смену тренда и здесь мы ну я для себя то есть рассматриваю оба сценария как искать возможности покупок да особенно если индекс s&p 500 развернется то есть это может также и подстегнуть котировки по британской валюте то здесь нужно будет смотреть ряд факторов но в целом и продажи здесь тоже уже имеют место быть поэтому за британской валютой остаемся наблюдать прямо сейчас ну конечно покупать не разумно потому что снижение у нас продолжается сегодня мы опять же торгуемся в негативной зоне помню на британской валюте пара американский доллар канадский доллар забыла забралась до на неплохие уровни для того чтобы как раз ее продавать по тренду опять же если тренд будет сохраняться то здесь я по данной валютной паре позиции рассмотрю с точки зрения часового таймфрейма выглядит довольно таки неплохо по крайней мере пока мы не ушли выше максимум которые были сформированы вчера если на пара американский доллар канадского пробьет минимум вчерашней торговой сессии то отсюда я буду уже а для себя рассматривать возможности продаж да то есть пока тренд у нас здесь сохраняется нисходящий и пока это имеет смысл возможно что это не приведет опять к снижению там в области 1.29 1.30 но по крайней мере скорректироваться на 1.32 здесь вполне мы можем и вот данную ситуацию буду рассматривать потом уже вероятно рассмотрю также покупки пока в целом мы видим такое небольшое замедление то есть такая же ситуация была и в июне да мы видели коррекцию затем данное нисходящее движение у нас продолжилось а по паре американский доллар японская иена здесь мы как мы и говорили дошли до целевых уровней то есть область поддержки 104 от нее как раз мы сейчас убиваемся начинается восходящее движение опять же если покупать то покупки здесь идут контртрендовыми вчера мы не смогли закрепиться выше как раз максимум 21 сентября то есть это был сигнал на то что начинается восходящие движения с точки зрения часового таймфрейма но пока это контртрендовая стратегия здесь явно пока в подобной сделке не вхожу мне соответственно продажи будет иметь смысл вновь рассмотреть при достижении уже локалит макс в области 106 оттуда уже искать возможности продавать опять же по тренду по той формации который сейчас сформировано австралийца продолжает снижаться тоже довольно таки неплохие уровни для того чтобы зайти в рост но пока коррекция сохраняется здесь мы видим область поддержки который как раз находится в области 71 12 от которой мы можем вновь начать волну роста но пока здесь тоже ситуация выглядит похоже что мы можем уйти на более затяжную коррекцию вполне вероятно что октябрь ноябрь может пройти в виде коррекционного снижения если мы закрепляем снижение этих уровней то при уже формировании новых коррекций новых ростов я буду искать возможность здесь продавать сейчас уже идет мы находимся на грани такой ситуации когда тренд который длил с апреля может поменяться и по крайней мере на несколько месяцев мы можем уйти в нисходящее движение по данной валютной паре ну и в целом мы можем видеть коррекцию также и по индексам в том числе по индексу смп500 а с новозеландцем ситуация тоже довольно таки похоже здесь лишь то есть та разница что уровень поддержки находится чуть ниже то был 64 минимальные значения которые были как раз в августе фактически движение в эту область как раз дает неплохие возможности для того чтобы купить но мы видим ну фактически мы видим фигуру двойная вершина то есть она не смогла вновить локальный максимум и это тоже может быть предвестником разворота поэтому ждем если цена сможет закрепиться ниже области 6589 то вероятно на какое-то время нам нужно будет уже перейти непосредственно на сторону продавцов по данному инструменту то в целом доллар может получить сигнал на укрепление золото очень хорошо корректируется уже сейчас торгуются на 1879 я для себя продолжаю искать возможности покупать данный актив но пока пока никаких сигналов на покупку не было то сохраняется нисходящая динамика соответственно сегодня мы уже обновили локальный минимум была вероятность что мы начнем рост сегодня но этого не произошло поэтому вполне вероятно что можем уйти дальше и на 1850 и на 1800 соответственно оттуда уже будем искать возможности покупать уровень поддержки который здесь мы можем отметить это движение как раз в область минимальной значения июля это уровень примерно 1864 доллара за тройскую унцу туда вполне вероятно можем прийти а с тех уровней уже могут появиться новые точки для того чтобы присоединиться как раз в рост по данному инструменту а индекс dax сегодня делать попытки как раз восстановительного роста сегодня мы ну давайте посмотрим дневной таймфрейм сначала то есть мы дошли до области поддержки общая динамика здесь все-таки пока сохраняется восходящая о смене тренда я бы говорил в тот момент когда цена уйдет ниже области 12203 то есть пока мы торгуемся выше данного значения то покупки здесь но практически остаются легитимными я для себя и буду рассматривать а сегодня мы закрепились уже выше локальных максимум которые были сформированы вчера и я для себя поставил отложенный ордер опять же торгую от риска то здесь риск у меня один процент поэтому здесь ну вот минимальная цена по которой мог поставить отложенный ордер это было область минимальный значение вчера торговой сессии если мы скорректируемся в эту область то по даксу я бы вошел то есть если это будет то эта позиция у меня будет открыта s&p 500 опять же позавчера было самое нисходящее движение которое здесь было пока общая динамика здесь сохраняется восходящие принципе коррекция которая была у нас на порядка десяти процентов то же самое мы видели и в мае поэтому вполне вероятно что с текущих уровней опять же на фоне как раз финансовые показатели ну финансовое стимулирование которое здесь может быть могут цену толкнуть и дальше поэтому здесь по s&p 500 я также для себя рассматриваю возможности покупок да с текущих уровней но только после того как появится сигнал на продолжение тренда соответственно данный сигнал будет для меня заключаться в том что если цена все таки сможет переписать хаи вчерашней торговой сессии и дальше уже при коррекции я буду искать возможности купить s&p 500 на на продолжение роста опять же буду скорее всего заходить небольшими объемами скорее всего менее чем одним процентом и меня по возможности наращивать как раз эту позицию уже следуя за трендом а нефть марки бренд продолжает корректироваться начинается сезон ураганов уже есть определенные негативные данные которые безусловно влияют тоже на ситуацию и вокруг нефти поэтому сейчас пока находимся с точки зрения часовой таймфрейма нисходящей формации ну а если мы посмотрим дневной таймфрейм то мы тоже видим попытки начала как раз нисходящего движения то есть тот тренд который у нас начался с апреля он постепенно иссекал то есть фактически июль и август были ну довольно таки не волатильными а сейчас мы уже на видим что нисходящая формация здесь может сохраняться безусловно это может сказаться негативно на акциях не сильных компаний если вы держите их портфель и поэтому вполне вероятно что коррекция на 35 на 33 здесь может последовать это я говорю по 7 д на нефть марки бренд вот такая ситуация к текущему часу довольно таки интересный сентябрь да довольно таки насыщен на различные события которые в мире происходят но мы с вами продолжаем за ними следить анализировать и принимать решения всем спасибо за внимание с вами был сайков роман поставьте лайк если вам понравилось это видео вопросы оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания спасибо за внимание